Здравствуйте! Наступила осень. До этого времени было несколько заморозков. Можно сказать около четырех дней подряд. Температура опускалась до минус пяти даже. И решил сегодня сделать обрезку винограда. Вот данный куст, который не предстоит обрезать в зиму. Кеший талисман положил, ее обрезку сделал. С того куста будут идти вот сюда и замешать будут в дальнейшем середину этого куста. Здесь будут выщипываться или выламываться те зеленые побеги, а здесь они будут сохраняться. И так будет идти подвязка. А эти лозы не пойдут туда направить. Две сюда будут лозы, лоз сюда. Это плоскостная шпалера, которая будет всего 4-5 рукавов. Но я всегда делаю запас 1-2 рукава, потом, если что, весной буду выламывать зеленые те побеги, которые мне не нужны будут. Итак, приступаем мы к обрезке. Вот эту я отплодоносившись сразу и ломаю. Вот это хорошо ложится, она пряменько все. Оставляю я пенечек сантиметров 4-5. Это все не может. Это вот так. Она вот ляжет от лозы. И сейчас мы ее продемонстрируем, как она ляжет. Вот так будет ложиться. И она вот здесь, она подвязку сделается и будет замешать вот эту. Вот такую длинную лозу я ее и оставляю. Кончик только чуть-чуть подровняю. Вот здесь немножко и все. Срез делаем вот точкой. Все, мы ее все раз и положим. Эту лозу тоже сюда оставлю. Вот хорошие две лозы в этом направлении будут идти. Это будет идти вспомогательная. Я ее тоже пока не обрезаю. Тоже сам ее оставляю зиму. А весной уже корректирую лишним, что мне не нужно. Я просто выщипываю и все. Вот так мы раз и прикололи. Вот такие лёжечки берем, подкладываем сюда. Все, достаточно. Вот эти штыри у меня сделаны на 50 сантиметров в землю ходят. Потому что я раньше делал короткие, по 40 сантиметров. Они плохо держали. А теперь эти делаем. Так, вот это тоже самое будем сейчас делать. Вот это как бы отдаленно лоза. Я ее сразу смело вырезаю. Хоть и хорошие тут все, как говорится, побеги. Мы ее сразу обрезаем. Не нужна. Обрезку сделали. Освобождаем от привязок. Привязки меня тут на проволочке. Они легко освобождаются. И легко закрепляются. Два рукава мы положили. Сейчас необходимо еще вот с этого возьму один рукавчик. Лозу замещения я не оставляю. Поэтому это еще раз вырезаю. Сучок замещения я не делаю. Без сутка замещения. Может где и делаю, но на данном пусте у меня лоз достаточно. Поэтому лучше я из одного побега, который вот тут будет побег, я на следующий год с него также одну оставлю. И с этого побега зеленого не буду его нагружать никакими соцветиями. И сразу соцветиями выломаю. И мне на следующий год, это через год получится, с него буду я собирать урожай. И так каждый год. Первый побег я его не нагружаю никакими соцветиями. Остальные будут плодоносящими. Как многие делают с лозой замещения, я этого, то есть сучком замещения, я этого не делаю. Этот идет вот так в направлении. Здесь раз я ее положил, прищепил, этот пучок как раз отгибает от лестницы разворотом. И завожу в другую побегу. Все. Что надо прищепить тут? Вот все, она так в лёжку и ляжет. С этих вот, тоже тут хорошие, где тоже два рукава. Вот сколько я положил. Здесь три и тут два. Вот пять штучек у меня будет. Но эти они будут короткие, потому что здесь не хватает. Но я один хочу, тут у меня будет перекрытие еще арка. И один буду выгонять на арку. На арку я оставляю самый лучший вид. Вот этот всегда последний. Он мощный, да он и этот неплохой. Вот. Один короткий делаю, другой длинный. И вот смело вот обрезаю здесь. А этот тоже. Разворачиваю эту сторону. Вот эту сторону. А это делаю полукругом. Полукругом и опять же завожу вот этот прижим. Все. И здесь еще разок прижимаю. И обязательно делаю я подкладки. Вкладочки делаю обязательно. Вот и все. Обрезка и укладка лоз винограда заняло где-то около 5-7 минут. Это, конечно, у кого есть навык. У кого нет навыка для начинающих, конечно, он такие сроки не уложит. Мы посмотрим, как это все сделано. Вот поближе мы наблюдаем, как уложена эта лоза. Вот лоз я его уложил. Все они на лежках лежат. Везде. Потом здесь будет укрытие шатровое у меня. И оно будет лежать. Было много, как говорится, лоз. А в конечном итоге только 5 оставили. Остановим все лишнее и срезаем. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезным. Кто желает получать известные о добавленных мною видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю успехов и удачи. До свидания.